привет сегодня прям страшно ехать на работу плюс 1 я смотрю на машины они они не едут они идут и это меня очень у меня сердце заходится от страха не знаю выставлю не выставлю стучит вообще очень скользко будем надеяться что все будет хорошо а с богом поразка а 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 Трактор на цепях. Ой, ты мой сладкий, может ты как раз и посыпешь? Может ты и дорожку посыпешь? Так, сейчас посмотрим, что у нас. Тормозит, не тормозится? Подтормаживает. Ага, ты туда поехал садить, ну, правильно. А тут? А тут у нас нифига не тормозится. Ладно. Фух, все будет хорошо. Выехала я заранее. Да, положа руку на сердце, я, конечно, боюсь таких дорог. Когда внизу лёд, сверху вода. Тут вроде как счищали какие-то места. Вау. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, там я ушла. Вот, и тут я вот пришла. Так, вот там дырка такая. Да, вот называется жопой чувствовала. Страшно. Ты, главное, выскочила из этой колеи и всё, и ушла. Фух. Называется, жопой чуяла. Ещё пораньше выехала. И ехала аж медленно. Ну, блин, попала в эту колею. В эту спурь она, блин, называется по-норвежски. В общем, короче... Не знаю. Как я вообще из машины вылезла, так херостно. Ну, в общем... Здравствуй, жопа, Новый год. Вот там она, эта колея. Вон она. И вот я с неё... Раз и ушла. Так, как я вообще пролетела мимо вот этого всего. Как я туда не ушла. Это вообще капец. Там такая дыра. И я даже не могу залезть туда, чтобы взять этот самый... Вот этот треугольник, который... Фух. Сейчас мужу позвоню. Это я вам хочу сказать. Меня, наверное, всё-таки ангел на руках перенёс через эту дыру. Фух. Спасибо тебе, ангел. Не знаю. Даже все, наверное, перенесли. В общем, так красивенько лежим. Ну, не знаю. Машину вроде я не поцарапала. Только потому, что она свалилась. Вообще, конечно, капец. Привет. Ну, уже закрываю... Закрыла магазин. Веду подсчёты, как говорится, сколько булочек осталось, сколько было съедено, а сколько не съедено. В общем, довёз меня на работу муж. Так что всё нормально. Я только, можно сказать, стрессанула сильно. Я выбила просто... Я не ударилась, ничего, никаких этих самых. Машина очень достаточно мягко легла на снег. Он такой мокрый, рыхлый. Вот. Так что я думаю, что может как-то и... Пронесло... Пронесло... Ну, короче, приедем домой, посмотрим. Что я хотела сказать. Стрессанула, хотела сказать. Меня настолько... Я когда едва выбралась из этой машины, блин, я никогда не думала, что эти двери, они сразу такие тяжёлые. И я попыталась рукой как-то подтянуть, не могу. Пришлось ногой как-то вот отодвинуть. И, слушайте, она очень тяжёлая, вот эта дверь водительская. Особенно она ещё под этим самым... Под наклоном. То есть получается, что она необычно раскрывается, она раскрывается над тобой. В общем, я как-то выползла там оттуда. Но самое страшное... Я забыла все имена. Абсолютно. Я думаю, надо позвонить мужу. Не могу найти его имя. Ну, я не помню. Вот не помню. Надо позвонить начальнику. Не помню начальника. Надо позвонить в этот самый... В эту контору, которая вытягивает машина. Но там, думаю, слава тебе яйца. Там хоть этот самый, карточка есть. Потом, думаю, стоп. Когда я последний раз общалась с мужем. Фейсбук. Нашла его в фейсбуке. По картинке. Блин, по картинке. Нашла этот самый. Думаю, господи. Потом нашла его в этом самом. Позвонила на обычный телефон. Не отвечает. Позвонила на фейсбук. Ответил. Пришли мне, говорит, картинки. Где ты стоишь и как ты стоишь. Прошло две минуты. Он мне это самое. Где, мол, картинки? Выпросительный знак. Блядь, я еще из машины не могу выбраться. Как-то выбралась из машины. Как-то это самое. Выперлась оттуда. Потом смотрю, там люди уже подходят. Спрашивают, ты как? Я говорю, да я нормально. Я это самое. Но я уже стояла возле машины. Сделала пару фоток. Послала мужу. Ну, говорит, это самое. Сейчас я найду, попробую какого-нибудь тракториста. Чтобы тебя вытащил. Мужики подошли, говорят, ты хоть не стой возле машины, если, не дай бог, перейди на эту сторону. То я как-то переползла на ту сторону. Там скользко. Видно, что было посыпано. Но это было посыпано давным-давно. И оно все куда-то испарилось. В общем, короче говоря, меня трясет. Сообразить не могу найти этого самого. Как-то дотыкалась. Вспомнила. Уже мозги начали немножко остывать. Вспомнила, как начальника зовут. Позвонила ему. Сказала, что машина в этом самом, в кювете. Как говорится, не жди меня, мама. Такого-то сына. И дочь свою тоже не жди. Вот. Ну, говорит, ладно, ты сколько там тебе времени займет, это самое. Позвонила опять мужу. О, там это... Ну, ладно, про мужа отдельная история. Вот. Мужики говорят, ну, говорит, если что, мы тебя отвезем на работу. Я говорю, ладно, хорошо. Звоню в эту фирму, которая вытягивает машины. Набираю. А мне говорят, нет, не существует такого номера. Ну, не существует такого номера. Твою мать, думаю, я же звонила им как-то. Ну, я так частенько пользуюсь этими услугами, мать его так. Ну, не частенько, а может раз в 3-4 года. Так. Не назойливо. А вот я звоню туда, а мне опять не идёт. Мне звоню туда, а мне опять не идёт. Думаю, да что же это такое? А потом смотрю, я звоню на... Не на номер телефона, я набираю цифры моего этого медлимскапа. То есть, это моё вот шленство в этой конторе. Там и твою мать. Стрессанула по полу. Вот это прям сразу скажу. И так я боялась ехать. Не знаю, у меня где-то минут за 20 до поездки, меня так прихватило сердце. И я думаю, сяду я сейчас, пойду выпью этого самого сердечного волокордина какого-то или ещё. А потом думаю, если не дай бог меня выкинет, и меня будут брать тест, и у меня аж будет алкоголь в этом самом. Думаю, нет, я доеду до работы, и здесь у меня есть волокордин, и здесь я его выпью. В общем, я не выпила, но меня тряхало так, я не знаю, то ли моя жопонька чувствовала, что мне надо посидеть дома, и она вот таким этим сердечным полуприступом меня пыталась это самое оставить дома. Но я дура-дура не это самое, на работу уж надо, трах тебе только на работу. Вот, и я, значит, это самое. И я попёрлась. Ну вот жопонька моя золотая, она прям чувствовала, что не надо меня, не надо было никуда ехать, надо было остаться, или надо было пережидать какой-то момент, или поехать на пять минут позже. Ну, короче, в общем, то на то и вышло. Вот, остальное потом расскажу. Привет, ну я уже дома, муж меня забрал с работы. Сейчас пойдём посмотрим, что там творится. У нас тут такой наст, он прям проваливается. Ледяная корка. Да, Фоксик, а ты там не скользишь на своих лапах. Да, всё-таки хорошо иметь вот этот фонарик. Всё, как будто в лёд проваливаюсь. Вообще. Ух ты, господи какой. Жуть какая, а. Чё ты, Мау? Чё ты, Мау, тёсик? Ну, не знаю, тут, конечно, скорлезата зашибись. Ну, тут она как-то снежку добавила. Слышите, какой-то жуть какая-то. Рисник вообще сидит на мертва. Ну, эта сторона-то нормально. Какая красота. Словзила. Мау. Час, подожди, Мау. Куда ты лезешь? Куда ты там лезешь? Чё, сик, ты засранец-то этакий. Сейчас обойдём с другой стороны. Вот здесь такая скользота в гараже. Вообще. Начало всё таять, это всё подморозило. Ну, тут немножко поцарапало. Ну, наверное, это кусты, которые я там где-то поверху пошла. Что тут у меня? Ну, это обычно, это от двери. Не знаю, вроде бы. Немножко под углом держу. Тут вот немножко, ну, это всё ерунда по сравнению с мировой революцией, правильно? Ну, вроде бы отделалась с лёгким испугом. Это тоже вроде как ничего. Нормально. Снежку тут подхватила. Снежочку. Фар на месте. Вроде тут тоже всё на месте. Ой. Ничего не побило. Всё, ты мурь. Всё, ты мурь. Видишь, какая твоя мурь. Это тоже нормально. В общем, отделалась я лёгким испугом, можно сказать. Ну, то, что меня клеммануло, конечно, когда пыталась вылезти из машины. Дверь очень тяжёлая. Ну, вроде ничего. Не видно ни царапок, ничего. Ну, тут вот немножко, но это может быть совсем чуть-чуть. Наверное, даже незаметно. Вот она. Ну, тут чуть-чуть. Ну, в целом, я хочу сказать, что... Меня, конечно, ангелы перенесли через тут яму, которая там была. Потому что этот мужик, который приехал забирать машину, муж говорит, он говорит, тебе комплиман отвесил. Отвесил, говорит, тебе крупно повезло, что ты смогла... Ах, что ты смогла перескочить эту яму. Он говорит, говорит, два предыдущих в этом году, как раз носом туда ушли. В общем, я везунчик, трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах-трах. Вон, шастают мои касатики, касатёныши. Тёвсик. Ну, там Фоксик светит со глазками. Да, что ни говори, а... Такой остренький ледок. Немножко фонит, но... Как по льду. Как по льду. Да, приключенница. Сегодня мне... Как бы это сказать подвезло, блин. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok